Нужно же было больше секса в выпуске, понимаете? Вы же сами просили. Вот, ловите. Да я знаю, что у тебя лифчика нет. Что ты рассказываешь всем? Я тебя провоцирую только на слизывание от Акила. Слушай, ты мне такие предложения делаешь, с которых я вообще отказаться не могу. Девчата, если хотят быть такими же крутыми, делайте вот то, что делает она. Я последний. Я согласна. Я понимаю, что у меня на подготовку, чтобы выйти с тобой на ринг, времени, невозможности, и никакой. Мне жизни не хватит, дружок. Если я выпиваю рюмку текилы с Анькиного живота, то я ей дарю поездку в Доминикану. Если мое видео наберет хотя бы одну тысячу лайков, то я это сделаю. Я уверен, что ты просто станешь обложкой выпуска очередного на YouTube, если ты не против. Было бы неплохо. Было бы неплохо? Конечно. Все, тогда солд продан. Прямо сейчас мы двигаемся на бокс. Мы пожертвовали визитом на хоккейный клуб СК в очередной раз. Мы сегодня будем болеть за наших пацанов. Если честно, мне немножко страшно. Я чувствую, что здесь будет очень много опасных типов. Я-то маленький. Можно войти на YouTube. А можно войти? Да, так и называется. Слышно, я в Инстаграме Эндрю Хошкин. Ладно, оставим. Свободный парень, я слышал. Можно войти? Можно войти. Про что блог? Про тебя. Про меня? Да. Ну, можно войти или нет? Да, конечно. Ты за кого сегодня болеешь? Я сегодня болею за пианиста, который Рамштайн только что играл на рояле. Не шо? Нет. Это было потрясающе. То есть, в принципе, бои тебе вообще не интересны? Бои мне... Почему? Мне интересны бои, но я как-то в боксе не очень ориентируюсь. Пиариться, да? Вы что решили прийти? Заработать, тупо. Заработать, тупо. Просто, понимаете, все решает бабки. Любишь бабки? Да. Все честно. Ребята, дам им М потеваться. У меня только пузо. Очень приятный. Ты сам выбирал? Конечно. Знаешь, его подносишь ко рту, и как-то человек не стесняется. А если резиновый, то стесняется. Это тебе виднее. Родители приехали, а я тут с девчонками воркой голыми. Вот я не убежал, правильно? Не то, чтобы подумали. Она для меня совершенно ничего не значит. Мы ей даже не успели подумать. Это плохо. Она стоит здесь, чтобы поднимать. Да. У меня лифчика нет. Да я знаю, что у тебя лифчика нет. Что ты рассказываешь всем? Я пошел. Давай. Я хочу снять тебя. Ну, в смысле, видео. Ты любишь боксы? Ну, относительно. Я уверен, что ты просто станешь обложкой выпуска очередного на Ютьюбе. Ты не против? Ну, было бы неплохо. Было бы неплохо? Конечно. Все, ты когда-то sold, продан. Почему всем девчонкам что-то напоминает мой микрофон? Очень приятный. Сколько ты выпила уже? Я не пью. Сколько ты выпила уже? Скажи, не ври людям, что ты не пьешь. Почешь вдохнуть? Давай. Ты будешь красивой, сто процентов. Я и так красивая. Зачем ты отдала мне свой небодяженный вискарь? Он соком. Солнце мое, взгляни на меня. Спасибо. Чтобы вы понимали, дорогие друзья, у нее бицепс больше, чем у меня. Разов в два. Тебе нравится здесь вообще? Как-то ожидалось большего, честно сказать. Поэтому мы с тобой встретились не у ринга, а у бара. Да, у бара. Ну и все исправят. Не важно, что она говорит, я могу просто стоять вот так. Я тебя люблю. Я согласна. Ты знаешь, что Инесса – мое любимое имя? Я не вру. Подпишешься на меня в Инстаграм? Откни на меня. Давай прямо сейчас я это сделаю. Крутая. Мы решили, что она будет на обложке выпуска. Слушай, ты мне такие предложения делаешь, с которых я вообще отказаться не могу. Можешь сделать еще раз грудью? Подожди, подожди. Ну, как организация все нравится вообще, как все. Конечно. Конечно нравится. Когда ты организатор, все нравится. Спасибо за то, что мы стоим рядом с такими прекрасными девчатами без столика. Спасибо, что, кстати, обделили нас. Ну, вообще-то мы с тобой стоим. Организация на уровне. Девчата одни же правильные. Стоим с девчатами. Даже оставшись без столика, вы можете находиться в надежных руках. Мы здесь, да. А, кстати, у меня есть возможность выйти на ринг, если что, с любым из боксеров? Да не вопрос. Просто скажи, что ты готов какое-то время побыть в больнице. Все хорошо. Черт. Миш, спасибо большое. Спасибо вам, ребята. Красавец, у тебя вот такое процветание. Все. Ты молодец. Во-первых, с победой. Сколько готовился к этому бою? Готовился с нового года. А я готовился от соток, а начал готовиться. У меня дыхал. В Таиланде, прийти. Я понимаю, что у меня на подготовке, чтобы выйти с тобой на ринг, времени, невосходности, резь, никакой. Мне жизни не хватит, дружок. Да, если что, можно я буду говорить, что я тебя знаю. С моим хейтером. Ну, это же правда. Мы же за документирование видел. Нет, нет, нет. Олес, ты можешь. Ну, я с тобой раздравляю. Спасибо вам. Ниже. Ниже. Еще ниже. Глубже. Левее. Вот здесь, вот здесь. Вот сюда. Нас ше... Пять человек и стик. Слушай, вот стик. Короче, смотри, реально стик. Сейчас я тебе... Да ты молчи, тебе нельзя говорить. Стика, вот это ты единственное. Убачивай. Понимаешь, что ты сейчас... Тебе станет жарко, только ты долго это делаешь, ты можешь сразу снимать. Да ладно. Ну, что-то ты полуешься за меня. Между нами тает лед. Да, да, да. Между нами тает лед. Пусть теперь нас никто не найдет. Мы промокнем под дождем. И сегодня мы только вдвоем. Между нами тает лед. Пусть теперь нас никто не найдет. Мы промокнем под дождем. И сегодня мы только вдвоем. Все, я натанцевался. Тихо, тихо, тихо. Я натанцевался. Отдышка, подожди. Я больше медляки не танцуют. Тым может просто... Ты можешь... Вот так это? Ты знаешь, как у BeGaR shopping boss. Есть чувак, который все время молчит. А мы на тобой слипаться будем, козёл, пидор. Белые красотки в машине. Очень счастливый карт. В прошлый раз на нём я сделал на секунду славу. Посмотрим, что будет сегодня. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Доски сюда заправить. Доски сверху. А есть тогда трек поинтереснее, нет? Ладно, всегда баклажан. Заезд номер два. Теперь, как по традиции, уже едем за ужин. Кто проигрывает, тот платит за ужин. Это была подстава. Я последний. Как жмок, Ран. Жмок? Паш, я тебя люблю. Как после секс. Как после секс. Вы понимаете? Вы же сами просили. Вот. Ловите. Сами знаете, что зал я не люблю и не хожу в них. Но когда с тобой такой человек, как Аня, ты понимаешь, что ты вынужден идти, даже если ты не хочешь этого делать. Можно качать попу? Давай качать попу. Ну, хотя бы хоть что-то оригинальное будет в моем выпуске. Все это благодаря тебе. Ты старый живот, чтобы тебе бы пришло два пакета и бегал туда. Прошло 50 минут. Все в порядке. Ну, тут ты подготовленная, понимаешь? Во мне пары ночные. Да это за кончик пытается выйти сейчас. Кончик? Откуда он пытается выйти? Между прочим, два месяца взошли. Девчата, если хотите быть такими же крутыми, делайте вот то, что делает она. Правильно я говорю? Не совсем. Не совсем. Делайте то же самое, только не совсем то. О, Боже. Ты все лето планируешь, ты сдерживаешься? Давай договоримся, что если я не сдержусь, ты можешь попросить у меня, если ты хочешь, даже поездку в Доминикану. Говорюсь. Я не сдержусь? Есть такие у вас соли, мне надо просто вот тебя вот налить и посолить. Мой главный персональный тренер. Мой главный персональный тренер. Я готов тогда ставить в 7 утра, а не в 8 утра. Я отхожу в 7 утра. Что, будешь брать меня с собой? Ну пошли. Только надо зал сменить. Эллипс. Что? Ну это ты, короче, идешь вот так вот. 40 минут. Что ж тут у меня банка получилась? Сбросилась, да. Ну это как кардио. Куда там? Смотри, мои ноги. А вот здесь вот? Где приступ? Где животик есть? Если хотите, чтобы у вас были банки, кушайте протеиновые батончики, пейте протеиновые коктейли и будете не такой, как я. В тебе уникально сочетается умение пить со мной хорошо А мы с тобой не пили. И заниматься. В смысле? Я тебя провоцирую только на слизывание такие вот. Соль, уже слизывают там откуда-то с пупка, по-моему. Было примерно так. Поехали ко мне. Сейчас я в туалет схожу и едем. Просто человек на полгода пропал. Давай еще один подход. Че стоишь? Я тут вспомнил, я полотенце где-то оставил. Я пойду на еду. Через полгода наберу. Она убийца. Она убивает во мне все настоящее. Паша, ты не лопни, котик. Блин, я не могу так разговаривать и делать. Блин, я не так охуенно вообще. Я так рад вообще тебя видеть. Оперативно? Встал? Нет, нормально. Нормально. Как эта штука называется? Элипс. Короче, я на этом элипсе. Теперь, вот в данной минуте, я могу смело сказать во всеуслышанное. Дай каблук. Что я делаю? Зачем я на этой хрени? Сжигаешь? Ну что мне сжигать? Я же не телка. Слушай, у меня столько толстых друзей. Может быть, я себе их на прокачку отдам? Кто это придумал? Я сейчас делаю каждое утро себе коктейльчик. Огурец, зеленое яблоко, киви и мят. Иногда шпинат. Плюс спортзал, плюс шпагат. А вафли в блюге? Нет. Блины только по вечерам. Я не запоминаю имена. Я начал записывать 70 людей по никнеймам в инстаграме. Очень удобно. Я просто на кого не подписывала в инстаграме. Я на тебя тоже не подписывал. Ну видишь, как чудненько. Могу сказать, ты много потерял. Ань, я в отличие от подписчиков вынуждаю тебя вживую. А что ты прохлаждаешься? Какой-то разницы не заметишь, что я видел, что я стою. Вот такая дружба, ребят, вот такая. Очень много развилось блогеров, моделей. В заводе стоят, а никто работать не хочет. В заводе стоят, а фотосессии только продаются. Да на фотосессиях ты не заработаешь. То есть у меня нет мотивации стать миллионами. У меня пока есть только одна мотивация – выпить текила с твоего живота, да? Да, да, да. Какие-то не очень хорошие перспективы у меня. Я не знаю, тебе придется очень постараться, чтобы не уговорить. Спор, даже не спор, а факт, что если я выпиваю рюмку текилы с Анькиного живота, то я ей дарю поездку в Доминикану. Давай хотя бы тогда в белье. Естественно, тогда в белье, да. И давай сделаем так. Если мое видео наберет хотя бы одну тысячу лайков, то я это сделаю. Субтитры сделал DimaTorzok 40G Покачим